Друзья, всем привет! Рада вас видеть на своем канале, с вами я, Марина Суэ. Помните ли вы, что не так давно я делала макияж белорусской косметикой? Кто не смотрел, либо кто хочет пересмотреть, оставлю ссылочку, подсказку и также в описании под видео. Конечно, в том выпуске было совсем мало декоративной белорусской косметики для макияжа. Я вас попросила написать в комментариях под видео свои личные, свои топовые продукты из белорусской декоративной косметики. Я очень надеюсь, что сегодня у меня получится топовый макияж вашими топовыми продуктами. И сегодняшний наш обзор будет при поддержке интернет-магазина Беларис. Вы мне, кстати, писали в комментариях, чтобы я именно на этом сайте и заказала. Именно интернет-магазин Беларис мне и прислал все эти продукты. Я сейчас все вам расскажу, покажу. Я составила более-менее такой список, но, конечно, я сильно нагреть не стала, потому что можно скупить там полностью весь магазин, потому что там очень много белорусской косметики. Именно декоративной и также уходовой. Кто не знает интернет-магазин Беларис, я вам сейчас вкрасно расскажу. В первую очередь, это мир белорусской косметики. Просто там ее очень много. Сегодня у нас на обзоре 4 марки именно декоративной косметики. Это Reluie, Luxe Visage, Belor Design и Belita Vitex. Также на сайте очень много белорусской уходовой косметики. В обзор мне тоже прислали кое-какие товары, которые вы просили протестить. Вот эту энзимную пудру. Особенно вы про нее писали. Также у меня есть уход для волос и кое-какой крем. Насчет ухода. Я это все буду тестировать некоторое время. Зимний уход, кто смотрел мои предыдущие ролики, зимний уход, белорусский уход, я тестирую. И поэтому выйдет отдельный выпуск про уходовую белорусскую косметику. Также на сайте Беларис очень много популярных бюджетных косметических брендов. Это Artvisage, Essence, Catrice, Vivienne Sabo, Lamelle, Wet n Wild, Makeup Revolution, Makeup Sleek и другие бренды. И для вас, мои друзья, мои подписчики, я выпросила промокод. Промокод со скидкой 9%. Я вам бы, конечно, дала бы и целых 50 и 100% скидки, но сколько мне дали, столько я вам и передаю. Кстати, 9% 9, число 9, мое любимое, потому что 9 февраля у меня день рождения. И скидка 9% будет действовать на все, целых 2 недели по промокоду SUYA. Это моя настоящая фамилия, запоминаем. Скидка будет действовать на все, кроме хитов, товаров и уже товаров со скидкой. Давайте мы не будем томиться и далее, потому что я сама в привкушении и вы, наверное, тоже, какие продукты мне пришли на обзор. Давайте сначала я вам покажу уход, который мне пришел и который я буду тестировать в течение двух недель. Для волос я выбрала линейку Mesa. Эта линейка предназначена для быстрого роста волос. Честно могу сказать, перед съемкой я помыла этой линейкой волосы. Ощущения очень приятные, но все равно хочется какой-то курс именно пройти, чтобы оценить уход по полной. Конечно, сразу луковица не проснулась от этого шампуня. О, привет, я пошел, все, я расту. То есть надо пройти какой-то курс. И вот эта линейка из трех продуктов по стоимости вышла 549 рублей. Дальше в обзор я выбрала энзимную пудру. Вы про нее, кстати, писали. Кто не знает, что это за пудра, мягко говоря, это мягкий пилинг. Но как он именно очищает, я это проверю. И последний продукт, который я выбрала на обзор для ухода, это точечный крем для проблемной кожи. Да-да-да, у меня тоже бывают всякие дружки выходят погулять, и всякое бывает, никто не застрахован. И я взяла его именно на такие экстренные ситуации, когда что-то пошло не так. Однозначно это линейка для молодой кожи. Но это не точно, мы все хотим быть молодыми. Также из этой линейки я заказала консилер для лица. Коробочки очень, конечно, мимишные, классные. Все, друзья, переходим наконец-то к макияжу. Базу конкретно я никакую не выбирала. Я сегодня буду также использовать крем финиш от Белит. Это дневной крем с матовым таким финишем. То есть он хорошо питает, но и сразу получается впитываться, не оставляя такой жирной пленочки. Это линейка из зимнего ухода с кокосом. Именно как база под макияж, именно ухаживающая база под макияж на повседневку самая то. Так, мне немножко мешает моя недочелка, которую я обрезала летом. Ну, просто взяла и обрезала. У меня тут были очень пересушенные концы белые. Я взяла и резанула. Поэтому я одену ободок из пятерочки. Так, у нас же год мыши. Вам видно будет? Кстати, напишите, кто родился в году мышки. Посмотрим, сколько вас. Мышь. Кукушка. Переходим сразу к тону. Тон я буду использовать от Белитто. Это крем-корректор для проблемной кожи контроль блеска. У меня не такая проблемная кожа, но вы мне написали, что этот тон плотнее, чем обычные белорусские BB крема. То есть в предыдущем ролике я использовала крем от Белитто с зеленым кактусом. Мне он очень понравился. Но на лице он ведет себя как обычный BB крем, а хочется что-то поплотнее. Вы скажете, что это тональный крем. Может это консилер, может это корректор. Нет, это тональный крем. Здесь 20 миллилитров объема и цена всего 105 рублей. Я считаю, за такое количество, за такую стоимость это нормально. Я взяла самый светлый оттенок 001 бежевый. Я очень надеюсь, что он мне подойдет. И сначала я буду смотреть, как он наносится пальчиком. О! Не-не-не. Он обычно распределяется как обычный BB крем. То есть он мягкий. Руками наносится чуть поплотнее. Спонж его, скорее всего, немножко скушает. Вроде самый светлый, бежевый, но однозначно он не подойдет для белоснежек. Даже я чуть-чуть стала слегка-слегка с загаром. Нет, конечно, он подстроился более-менее чем. Ну и самое главное, как он лег? Так, контроль блеска. Может надо чуть-чуть подождать, но он немножко подуселся. Но я не скажу, что у него матовый финиш. Нет. Он такой живой все-таки финиш. Могу сказать, что да, он немножко поплотнее. Все-таки он какие-то мелкие-мелкие недостатки. И тон кожи он все-таки лучше выровнял. Насчет того, что он для проблемной кожи, для жирной кожи, ну такое. Я не скажу, что он именно какие-то там явные проблемы перекроет. Скорее всего, нет. Если вы не хотите именно эффект штукатурки, но что-то поплотнее, чем обычные биби-крема, такие легонькие, то можно к нему присмотреться. Да, он хорошо лег. Все, к нему вопросов нету. Я бы его все-таки чуть-чуть припудрила. В общем, я считаю, что два этих тональных крема могут дополнять друг друга. То есть, если вам нужно совсем-совсем легкое покрытие, то можно использовать вот этот биби-крем от Белитты. Он для комбинированной, жирной и склонной к высыпанию кожи. Но я думаю, что он подойдет и для нормальной кожи. Но если хочется что-то поплотнее, то можно нанести именно на определенные, например, участки вот этот крем от Белитты. За свою стоимость и за свои функции они нормально справляются. Дальше мы переходим к консилеру. Это консилер из новой линейки Белитты Янг. Особо вы мне по консилерам ничего не писали, и поэтому я выбрала уже на свое усмотрение. Маскирует покраснение, воспаление и прыщи. Скрывает темные круги под глазами и моментально адаптируется к цвету лица. Матовый эффект. Ух, цвет именно такой с желтым подтоном. Как раз, чтобы, наверное, перекрыть синяки. Матовая кожа, ну посмотрим, пока он такой очень-очень кремовый. Также я затонирую веко, нанесу на все поддвижное веко и распределю. Ой, все, он застывает. Он сначала был такой податливый, такой жирненький, кремовый. А сейчас я чувствую, что он застывает. Могу сказать, что для повседневного консилера очень даже неплохо. Вы, наверное, думаете, что при таком сильном освещении всегда макияж выглядит красиво. Но могу сказать, что при таком сильном освещении как раз все и видно. То есть я вижу каждую пору, каждую морщинку, любую текстуру, все, все видно. И поэтому данному консилеру я говорю да. Я теперь лично сама его буду использовать на повседневку, потому что плотные консилеры я особо не люблю. Именно на каждый день зачем такие плотные консилеры? А тут я вижу, что нет именно такой штукатурки под глазами, мрачинки, ничего, ничего не подчеркнуто. Все лежит мягко. И текстура, да, она слегка уже все подзастыла. Данный консилер можно использовать как тон. Ну серьезно, здесь столько же миллилитров, как и в этом. То есть здесь 20 миллилитров и здесь 20 миллилитров. Данного консилера, я думаю, хватит на очень-очень долго. И можно его использовать именно как тон для жирной и комбинированной кожи. Как раз вот-вот та текстура, которая мягко ложится, мягко распределяется, именно застывает. Стоимость данного консилера 248 рублей. Дальше мы переходим к финишной пудре от Reluim. И давайте я вас не буду томить, чтобы не показывать по одной кисточке. Та-ра-та-дам! Я заказала целый набор кистей для макияжа от Luxe Visage. Конечно, в магазине Беларис большое количество именно белорусских кистей. Я выбрала самые подходящие, которые нам скорее всего понадобятся. Сейчас нам понадобится именно большая кисть для пудры, для скульптора, для румян и для хайлайтера. Ага, для хайлайтера я взяла веник. Будем его с вами тестировать. Это у нас натуральная кисть из козы. Если сравнивать две кисточки, это у меня Fixed Price, это Luxe Visage. Ну, по размеру Luxe Visage больше, по мягкости. Чуть Fixed Price жестче, чуть-чуть. Ну и самое главное сейчас... Ах, Fixed Price до сих пор пахнет прям такой козой, овечью шерстью. Luxe Visage пахнет ничем, абсолютно ничем. Не отдает именно такой одушкой козой. Ну и самое главное, чтобы она в работе была хороша, будем сейчас наносить пудру. Вот это Релуи. Кстати, до 12 лет я не выговаривала букву R. И L тоже как-то не так я говорила. Спасибо моим родителям, что они отвели меня к логопеду. Две недели мучения и вуаля, буква R. Все, я вскрыла. Немножко я высыплю это дело на крышку. И уже с крышки я буду набирать этот продукт. Так, мне всегда хочется попробовать это на пальчик. Ой, она такая мягонькая. Берем кисть от Luxe Visage. Это, кстати, номер 17. Стоимость этой кисточки 419 рублей. Так, набираю на кисть и фиксирую наш тон. Что могу сказать? Кожа на этой стороне правда стала матовой. Она слегка выровняла еще поры, текстуру кожи. Так, кисть пока линяет. Обсыпала меня тут кисточка пока новая. Она немножко, видимо, линяет. Вуаля, я зафиксировала тон. Пудра от Reluie. Это универсальная прозрачная фиксирующая пудра. Пудра визуально выравнивает рельеф кожи, делает ее бархатистой. Не утяжеляет макияж. Оцени мой тон лица. А если поближе рассмотреть? Здесь тон, консилер и пудра. Но я люблю, когда я накрашена, но не видно, как будто что я накрашена. Ну вот я не вижу. Что продукты не видно на лице, да? Не вижу. То есть там пишут, типа, вот, окрасится штукатурка на лице. Я говорю, у меня вообще здесь ничего не видно. Дальше мы переходим к скульптору, к румянам и к хайлайтеру. У меня здесь целый набор продуктов от Reluie. Популярный скульптор 01 универсальный. Дальше румяна в оттенке 72. И хайлайтер в оттенке 01. Начну я со скульптора. Вы мне его расхвалили. Я его и выбрала. Беру эту же кисть, которой я наносила и пудру. И затемняю те зоны, которые нам нужно затемнить. Ууу. Вы писали, что этот скульптор именно с таким правильным цветом. Он не рыжий, он не серый. Именно такой нейтральный. Переходим сразу к румянам. Буду наносить этой же кистью. Сейчас мы перейдем к хайлайтеру. Давайте я сразу выскажусь по данным продуктам. Насчет скульптора. Правда, вы были правы, что это очень такой носибельный скульптор. Я считаю, что он подойдет практически всем. Но понятно, что девушкам с загаром больше подойдет с рыжинкой. Именно с таким бронзовым отливом. А вот этот оттенок очень-очень красивый. Я считаю, что данному продукту нужно быть в косметичке. И даже для макияжа глаз, для легкой такой дымки этот цвет можно использовать. Насчет румян. Этот цвет 72 тонн меня просто покорил. Он очень-очень нежный и лайтовый. Если вы любите очень ненавязчивый румянец и румяна на каждый день, я считаю, что к 72 оттенку стоит присмотреться. Я сижу довольная, как ребенок. Мне пока очень все нравится. Мне нравятся сами продукты. Мне нравится результат. Ничего бы мне не понравилось. Потому что я же тестирую именно ваши запросы. Именно ваши любимчики с декоративной белорусской косметики. Переходим к хайлайтеру. Здесь я уже выбрала отдельную веерную кисть. Стоимость кисточки 185 рублей. Хайлайтер у меня от Релуи. Чем мне нравятся такие веерные кисточки, у них площадь нанесения очень маленькая. То есть вы прям точечно наносите и полируете это место. Так, набираю на кисть и наношу... Ой-ё! Такая полоса. Подождите, я немножко растушую. То есть не обязательно прям наносить вот так вот полосу. Вы должны... Ого! Сверкает уже. На переносицу я буду наносить пальцем. И на галочку губы слегка. Мне очень нравится. Ого! Секунду! Чуть-чуть притопчу спонжем. Я не ожидала именно такого от бюджетного хайлайтера. Хайлайтер по стоимости 252 рубля. Не зря я выбрала 0.1 оттенок, потому что он и с розовинкой, и с золотинкой, и холодинкой здесь есть. В общем, он очень такой нейтральный. И я считаю, он многим подойдет. Данным хайлайтером я очень довольна. Это оттенок 0.1, повторюсь. У него нет крупных блесток и очень красивое сияние. Я считаю, за такую бюджетную стоимость это очень хорошие носибельные цвета. Дальше мы переходим к макияжу бровей. У меня здесь целых два продукта на обзор. Это карандаш для бровей от RELUY. Вы про него мне писали, бровь Волф. И также я выбрала для обзора тушь для бровей от Белор Дизайн. То есть сначала карандашом я выровняю форму, прокрашиваю все пробелы. А потом тушью прокрашиваю волоски и их уложу. Карандаш от RELUY у меня в оттенке 0.2. И немножко отступаю от начала. То есть начало такое все-таки плавное. То есть не надо прям вести полосу прям от начала брови. Карандаш, кстати, правда мягкий. Как будто пудровый. То есть вы им отдельно волоски вряд ли нарисуете. Я вам не сказала, что это механический карандаш. Его точить не надо. Здесь бы еще щеточку приделали с другой стороны. Было бы идеально. Насчет карандаша для бровей от RELUY он мне понравился. Он мягко заполняет промежутки, рисует брови. То есть им сложно будет нарисовать все-таки графичные какие-то брови. Либо отдельно волоски. Потому что он мягкий именно сам карандаш. И я считаю, что он... Так, посмотрим сколько здесь продукта. Потому что пока я рисовала брови, я один-то раз уже выкрутила. То есть он быстро заканчивается. Только не сломайся, пожалуйста. Вот столько здесь продукта. Напишите, пожалуйста, в комментариях, какого такой карандаш. И насколько долго вам его хватает. Дальше я беру тушь для бровей от BELOR DESIGN. В оттенке 13. Ой, тут такая маленькая щеточка. Прямо крохотулька. Так, здесь очень много продукта на щеточке. Я хочу излишки убрать. И сейчас буду прокрашивать брови. Так, а это тушь? Или это тушь еще дополнительно фиксирует? Ничего не сказано об этом. Для повседневного макияжа я очень люблю использовать именно цветные гели. Просто набегу подкрасить брови, именно волоски уложить и все. У меня вот эта бровь сама по себе часто вот так приподнята. Немножко я подожду, когда этот гель подсохнет. И мы уже с вами оценим, фиксирует он или нет. Насчет туши для бровей. Я уже вижу, что... Ощущаю, что брови, да, они такие прибитые слегка к гелям. То есть они уложились. И я вижу, что волоски прокрашены. Я люблю такой эффект для повседневного макияжа. Чтобы не вырисовывать эти графичные брови, мне достаточно туши. Я прокрасила брови не голые и я побежала по делам. Карандаш для бровей тоже неплох. Стоимость его 179 рублей. А тушь для бровей 167 рублей. Переходим дальше к макияжу глаз. Конечно же топ продуктов для макияжа глаз. Это металлические тени от Luxe Visage. Я уже тестировала в оттенке 02. И мне захотелось что-то поярче. Я выбрала оттенок 13. Оттенок называется кофейный каприз. Очень и очень благородный оттенок. Также я выбрала 3 кисточки для макияжа глаз. Сейчас я вам поближе покажу. Я выбрала кисть 07 для растушевки теней. Стоимость 197 рублей. Это натуральный борст Коза. Дальше кисть под номером 5 из синтетического уже ворса. Такая уже более плоская. Я взяла ее именно для растушевки кремовых продуктов. И также выбрала кисть под номером 2. Она такая уже скошенная для макияжа бровей и глаз. Сейчас я беру кисть под номером 05. Плохо, что здесь нет никакой нумерации. Здесь просто написан бренд Luxe Visage. Буду наносить сейчас кремовые тени на все подвижное веко. И их распределять и растушевывать. Именно плоской синтетической кистью. Главное это сделать вовремя, потому что тени застывают. Для насыщенности на подвижное веко я еще добавляю этого оттенка. Данные тени я растушевала и нанесла только на подвижное веко. А внизу по нижнему веку также можно продублировать этот оттенок жидких теней от Luxe Visage в оттенке 13. Но я думаю взять скульптор и сделать такую небольшую тень на нижнем веке. Беру уже пушистую кисть для растушевки. Это номер кисточки 07. Набираю скульптор. И слегка создаю вот эту дымку на нижнем веке. Для макияжа глаз это у меня еще не все. Я заказала еще однушку черных теней от Reluie. И для этого нам понадобится маленькая скошенная кисть. Можно взять например смочить эту кисть скошенную и черный цвет будет еще насыщеннее. Моя задача сделать небольшую растушеванную стрелку. Именно тенями. Кстати очень даже неплохой черный цвет. И кисточка удобная. Вуаля стрелка готова. Ширину стрелочки вы уже выбираете сами. Можете сделать просто. Аля такой кончик. Небольшой на внешнем уголке. Либо уже взять и уже побольше нанести темного оттенка. И растушевать границы стрелки. Во внешний уголок я еще нанесу хайлайтер. И слегка под бровь. Переходим к ресницам. Самый топовый комментарий. Тушь XXL. Тушь Luxe Visage. Тушь красная с черным. С черным надписью. Красная тушь. Тушь XXL. Возьми протестируй. Она самая лучшая. Я и выбрала эту тушь. Я надеюсь я ту тушь взяла. Тушь XXL Luxe Visage. Здесь довольно обычная силиконовая кисточка. Конечно судить о туши сразу сложно. Потому что в начале своего пути она бывает капризничает. Ого. Лак. Я не понимаю как эта тушь это делает. Мне есть чем сравнить. И правда. Браво. Я не ожидала. Я не верила. Честно могу сказать. Я не верила. Я не пытаюсь никому угодить. Чтобы мое мнение совпало с вашими. Я не стараюсь. Но это лично мое мнение по поводу вообще всех продуктов. Насчет туши. Это правда. Это правда вау эффект. Я вам покажу поближе потом. Весь макияж. И я довольна как слон. Мне нравится. Мне нравится что эта тушь. Аж даже у основания сделала гуще. Гуще объем. Стоимость туши 210 рублей. Ну что друзья. У нас остались губы. Я выбрала аж три помады. Я не удержалась. Я выбрала помаду в стике. И две помады. Люкс Визаж. Пинап. Вы про них писали. Вы очень много про них писали. Но в первую очередь я протестирую стик от Белор Дизайн. Это помада в стике. В таком нюдовом оттенке. Так. Здесь кремовые тени. Они уже никак просто так не сотрутся. Помада безумно приятно пахнет. Клубничкой земляничкой. Так. Ну что такое. Я же наносила бальзам. Что-то губы засохли. Пять сек. Этот он под номером 10. Эх. Я думала он больше всего мне подойдет. Ну это такой теплый-теплый беж. Вы же знаете. Я люблю с холодинкой. Кто меня давно смотрит. Я люблю такие помады в стике распределять еще пальчиком. То есть понятно. Это не стойкая помада. Не матовая. Помада стик по стоимости 203 рубля. Хороший цвет. Нюдовый. На губах лежит не противно. Хоть и такая кремовая текстура. Но кто не любит именно на каждый день какие-то матовые. Конкретно матовые финиши. То это самое то. На каждый день. По стойкости. Хотя бы тинт ты оставишь. Что-нибудь на губах оставишь. Понятно, что может быть она перекус переживет. И легкий тинт она оставляет на губах. Но удобно, что можно взять с собой и подкрашивать. И остались у нас матовые помады от Luxe Visage. Я взяла в двух оттенках. Больше нюд. И что-то такое красное роковое. Нюд у нас в оттенке 9. И красный в оттенке 30. Я вам на губах покажу все оттенки. Начнем с нюдового. Помада Luxe Visage в оттенке номер 9 точно покорила мое сердце. Она даже немножко сдвинула мою самую любимую помаду от Golden Rolls в оттенке 23. И я считаю, что это тоже такой очень красивый и носибельный оттенок. Можно промокнуть цвет, чтобы губы не липли. Написано, что это блеск для губ, но это матовая помада. Стоимость помад в оттенке 0,9 239 рублей. А оттенок 30 210 рублей. Почему-то у них разная стоимость. Сейчас буду стирать оттенок 0,9. И уже покажу огненный красный 30 оттенок. Нужно показать образ Виталию с этой помадой. Виталий! Ну, я считаю, что такой очень универсальный макияж у тебя получился. Его можно носить и каждый день там куда-то на работу. И также на вечер можно с ним выйти. Я сейчас сделала нюдовую помаду. И чтобы заранее тебе показать, может, я ее сейчас сотру и сделаю такую огненную красную. Ого! Прикольно! Прям вообще, я не знаю даже, что сказать. Но если отраваться от твоих губ, я сейчас не могу. Друзья, давайте покажу этот оттенок вам поближе. Друзья, насчет помад. Очень красивые оттенки, именно которые я выбрала. Это 9 и 30. То есть 9 это такой нюд. Очень красивый носибельный нюд. А 30 это ух! Просто! Я ее распределяла, распределяла. И все аккуратно распределила. И только потом она уже схватилась. То есть она очень пластичная, эта помада. Все, она уже почти. Нет, еще не почти. То есть, если вы не хотите, чтобы где-то что-то отпечаталось, лучше промокните об салфетку остатки помады. Так-то это в леске написано, но все-таки это как матовый тинт что ли. Они очень красиво лежат на губах и не подчеркивают шелушения. Хотя они у меня были. В общем, друзья, я довольна как слон. Спасибо большое за ваши комментарии и за ваши советы. Я уже вижу, как моя косметичка пополнилась хорошими продуктами. Список продуктов, которые я сегодня использовала для макияжа, я оставлю ниже под видео. Также еще раз я благодарю интернет-магазин Белорис за предоставленную косметику. Также не забываем про мой промокод, который действует в интернет-магазине Белорис целых 2 недели. Скидка будет 9% на все. Друзья, ну а наше видео подходит к концу. Я вас хочу от души поблагодарить за ваше внимание, что это время вы провели со мной. До скорой встречи. Всех люблю. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok